Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о новинке от компании Tronsmart. Это модель SoundFee R4. Беспроводные наушники, которые заслуживают внимания тем, что здесь, во-первых, стоят емкие аккумуляторы на 35 мАч для каждого аккумулятора. Ну и еще емкий бокс. И в общем количество у нас получается 28 часов работы с подзарядкой от бокса. Либо 7 часов без подзарядки сами наушники работают. Это очень круто. Все-таки целые сутки можно не подзаряжаясь. Также у нас здесь 12-миллиметровые драйвера. Конечно, наушники имеют только пассивную шумоизоляцию, но этого вполне достаточно. Что здесь еще есть? Bluetooth 5.3. Это очень хорошо. А, ну да, как раз забыл сказать, что емкость аккумуляторов бокса это 400 миллиампер часов. Что еще здесь есть? IPX4. Так что можем у нас заниматься спортом и не бояться, что они повредятся. Ну, собственно, наверное, это из характеристик все, что я хотел сказать. Здесь характеристики не указаны, к сожалению, на самой коробке. Ну, это стандартная коробка от компании TronSmart. Сенсорное управление. Комфортная посадка. Ну, такой стильный дизайн. Как я уже говорил. Дуал микрофон. Двойные микрофоны для разговоров. Сбалансированный звук. Ну и 28 часов без подзарядки. В комплекте у нас присутствует провод USB Type-C. Это стандартный уже размерчик такой для зарядки самого бокса. Также здесь есть амбушюры. Амбушюры у нас овального сечения. Посадочное у нас отверстие, если видно. Значит, это большие и минимальные размеры. Средние размеры уже у нас установлены на самих наушниках. Есть вот такая вот большая портянка по техническим характеристикам и по подключению. Здесь есть на русском языке. На русском языке здесь полностью все расписано. А также здесь, опять же, повторение технических характеристик и по управлению. Небольшая есть строчка такая. В общем, здесь на языках, наверное, 15-20 представлено. Каждый подберет под себя. Гарантийный талон и сами наушники. Так, по наушникам у меня, конечно, есть небольшое замечание. Так, во-первых, капсула, она, да, очень удобна. Капсула очень удобна, она компактная. При этом емкость аккумулятора 400 мАч. Открывать одной рукой, ведь ее можно, конечно, открыть, но тяжело. В нижней части у нас есть светодиодный индикатор. Нет, все-таки, нет. Одной рукой можно открыть. На нижней части у нас USB Type-C для зарядки. Заряд около трех часов. Ну, выставить, конечно, протоколов нету, но, собственно, это стандарт. Опять же. Так, ну ладно. В общем, поигрались и открыли. И как достать наушники? Тут надо, опять же, привыкать, потому что одной рукой, опять же, их очень тяжело достать. Ну, все-таки, выковырить их можно. На нижней части у нас есть контакты для подзарядки. Наушники только устанавливаются в своей, именно, в своей ложе. Но, опять же, когда у нас бокс откроется, он не закрывается. Это очень хорошо, потому что обычно, когда их падает, то они защелкиваются и каждый раз может себя стеряться, к примеру. Так, по наушникам. Наушники, как я уже говорил, 12-миллиметровые драйвера. Очень хорошие резиночки, когда устанавливаешь в уши, пассивная шумоизоляция присутствует. Есть несколько микрофонов на нижней части. Еще один микрофон здесь, рядом с сенсорной кнопкой управления. Она находится на ножке. Ножка достаточно короткая. Из ушей торчать не будут, как бывает, частенько. Там чуть ли не под 3 сантиметра, под 30 миллиметров ножка торчит. Мне вот лично это не нравится. Есть несколько пассивных отверстий, опять же, для балансировки звука. Сам звуковод довольно короткий. Ну и овальной формы. Там установлена еще синтетическая сеточка. Скорее всего, это не видно будет на моей камере. Ну, синтетическая сеточка для того, чтобы у нас посмотреть. Так, значит, отверстие подсвечивается синеньким, беленьким и красеньким цветом. В зависимости от того, подключение произошло или нет. При зарядке, ну, при разряде понятно, что красным. При зарядке синим идет, во время подключения, белым. Но ее почти незаметно, так что во время использования они не будут видны. Материал очень приятный. Это не софт-тач покрытие, это просто немножко шероховатый такой пластик. Опять же, на нем удобно, на нем следов эксплуатации не видно. А глянцевая поверхность, она у нас уже вставляется в уши. И опять же, не будет видно. Так, ну что, по звуку. Звук очень напористый. Мне понравилось, что присутствуют изначально уже сразу же басы. Не надо их подстраивать. При стоимости наушников полторы тысячи рублей, уже изначально из коробки в номинальном режиме работают басы. Это не каждому производителю дано. Но в данный момент трансмарк постарался. Sound FI4R, R4. И из коробки уже приятное звучание можно получить. Что еще здесь есть? Высоких мне немножко не хватило, пришлось их подстраивать. Средние. Ну, собственно, средних не надо подгонять. Они обычно всегда бывают, редко когда они отсутствуют. Какая-то перегрузка по высоким, либо по низким. Значит, наушники. Низко-средние. Частотные. Высоких частот немножко чуть-чуть не хватило. Но при использовании эквалайзера звучание просто бомбезное. Особенность учитывая, что всего полторы тысячи они стоят. Ну, собственно, вот все, что хотел рассказать от компании. О наушниках от компании Transmart. Sound FI4R. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...